вот значит нулевой уровень это когда вы знаете меньше ста слов притом не любых каких-то ста слов а ста слов которые ну необходимы для выживания скажем базовый список слов которые вы используете в повседневной жизни типа книга стол обувь автобус и так далее вот все вот это вы может быть сами слова эти не используете но с этими предметами вы контактируете каждый день в общем соответственно обязательно должны входить объекты места события день рождения там типа такого и так далее вот вот это все нужно выучить на нулевом уровне значит зачем почему именно существительные во первых и зачем это нужно смотрите в большинстве языков существительный является неизменяемой частью речи то есть она но в английском языке допустим да бокс если коробка это и есть бокс да то есть вы не можете ее никак изменить так чтобы она имела какую-то другую форму да то есть максимум что вы можете сделать это поставить не артикль нам нужно вот эти слова будут исключительно для того чтобы изучать грамматику вот ну то есть как бы когда вы начинаете изучать глаголы вам нужны эти глаголы как обосновывать в каком-то пространстве осуществлять с помощью этих глаголов действия над какими-то предметами для полноценного предложения нам нужен как минимум одно существительное как минимум один глагол а то есть желательно два существительных да но глагол как правило у нас один но может быть два да то есть основное мясо основное мясо предложение у нас составляет именно существительным а то есть у нас там есть всякие предлоги артикли и так далее скелет составляет глагол да то есть связка подлежащие сказуемое но мясо то что нарастает на него это существительным основном чтобы на начальном уровне не отвлекаться на изучение слов которые вам ну позарез необходимы до сконцентрироваться именно на изучение грамматики вам в первую очередь нужно зазубрить вот эти вот именно зазубрить то есть это к сожалению необходимая часть на этом этапе да но она слава богу последний да то есть нулевой уровень это единственный уровень на который вам нужно зубрить слова то есть все остальные уровни они слава богу не требуют никакой зубрежки если вы будете изучать язык адекватно распечатайте этот список слов и всегда носите его с собой и каждый раз когда вы сталкиваетесь ну то есть когда вы смотрите вокруг себя и обнаруживаете какие-то предметы которые вы точно знаете что есть в этом списке да я повторюсь это предметы которого видите каждый день да то есть ручка тетрадка и так далее просто пытайтесь вспомнить как они на английском звучат да если не смогли вспомнить но в течение там 50 секунд то есть не надо там два часа сидеть вспоминать просто достали листочек посмотрели прочитали вслух положили обратно ну или можно зазубрить конечно да то есть у вас всегда вот на люду на любом этапе изучения языка вы можете просто забить на все выключить мозг и зазубривать тот материал которого нужен слова то правильные неправильные глаголы вот очень здорово выключаете мозг и зубрите вместо летом вот когда вы сможете написать правильно особенно следите за этим да то есть вот эти вот 100 слов которые хотя бы их научитесь писать правильно основа основа у вас должна быть железобетон в основе вы должны быть уверены на 150 процентов выучили эти 100 слов убедились в том что вы знаете проверили себя провели себе тест контрольного неважно знаете вот сверились с тем что у вас адекватное произношение этих слов и после этого можно передвигаться начальный этап задача начального уровня заключается в том чтобы понять каким образом устроена грамматика этого языка понять потом выучить потом научиться и пользоваться именно в этой последовательности пока вы не поняли ничего учить не надо то есть сидите и пытайтесь понять как работает в отличие от попыток вспомнить слово это нужно делать до конца дать пока вы не поймете в чем смысл не надо ничего заучивать вот так все здесь железно здесь вариантов никаких нет пока вы не знаете времена вы не знаете английский вообще на то есть как бы сколько бы вы слов там не знали да то есть хоть 10000 да но если вы точно не знаете каким образом строится какой-нибудь там не знаю present continuous то вы не говорите на английском значит более конкретно если говорить насчет времен значит смотрите ваша задача прежде чем вы начнете начнете изучать present simple до того как вы начали изучать present simple то есть до того как вы затронули грамматику вообще значит ваша задача заключается в том чтобы взять таблицу которая включает в себя все 12 времен английский возьмите внимательно эту таблицу посмотрите на нее и начните прежде чем чего-то с ней делать прежде чем пытаться запихнуть все известные вам глаголы в каждые из этих времен попытайтесь найти там закономерность то есть вещи которые во всех этих 12 временах одинаковые самое главное что вам нужно делать на начальном этапе это искать закономерности в языке чем больше закономерности вы найдете тем больше лучше у вас будет именно понимание языка потому что если вы понимаете язык вы гораздо быстрее сможете его выучить чем вы отдельно просто зазубливать будете все поэтому старайтесь избегать зубрежки максимально возможно да то есть старайтесь в первую очередь понять как устроено то что вы пытаетесь зазубрить потом ну то есть вам даже зубрить будет не нужно потому что вы будете осознавать как это работает в любом времени в любом типе предложения у нас используется инговая форма глагола не первая форма глагола не вторая форма глагола не третья форма глаголов не третья форма глагола во временах continuous и perfect continuous не используется соответственно вот эти вот все примеры они показывают вам каким образом у вас должно работать мышление да то есть каким образом вы должны воспринимать язык до воспринимать язык как список слов которые нужно зазубрить это очень пагубно влияет на вас на ваше психическое состояние и вообще этим не следует заниматься ну то есть во всех остальных временах в любом типе предложения у нас будет использоваться как минимум один вспомогательный глагол единственное исключение из этого правило составляет утвердительное предложение present simple утвердительное предложение past simple ну то есть present simple у нас поставится просто первая форма глагола в past simple у нас ставится вторая форма глагола но вспомогательного глагола у нас нету вот соответственно все вот эти вот находки вы должны сделать ну то есть вот реально сидите на таблице и обводите то что у них одинаково да то есть пока вы не убедитесь в том что вы нашли все закономерности учить ничего дальше не надо это вот второй шаг да значит шаг первый выучить 100 слов 100 существительных которые вы используете ну вот который в вашем поле зрения находится каждый день значит шаг 2 взять таблицу и искать там закономерность шаг 3 заводим тетрадочку примерно на этом этапе нужно заводить тетрадочку страдочкой нужно пользоваться следующим образом я пока что инструкцию для начального уровня рассказано в конце каждого занятия вот взяли эту тетрадочку и после того как вы все выучили вы в тетрадочку это записываете все ваши открытия то есть как бы если взять на примере таблицы с 12 временами вы смотрите на эти на эту таблицу и все закономерности которые вы нашли вы записываете вот вы обнаружили что во всех предложениях независимости от времени типа предложения вопросить во всех предложениях независимости от типа в вопросительных предложениях первым стоит первоспомогательный глагол записали этого с циферка 1 будет не нужно записывать формулу образования present simple в эту тетрадочку в эту тетрадочку нужно записать что present simple вместе с past simple единственные времена которые не имеют вспомогательного глаголу утвердительного предложения этап четвертый после того как вы разобрались с тем что времен 12 после того как вы поняли для чего они существуют то есть почти ну пустойку поняли почему в английском языке 12 почему в русском их 3 осознали до после этого начинаем изучать каждый из этих времен в отдельности значит опять-таки любое изучение какой-то части языка следует одной и той же формы вначале вы понимаете зачем оно нужно потом вы запоминаете каким образом оно используется да то есть прежде чем запоминать формулу образования present simple нужно понять таких форму в каких случаях present simple используется после того как вы уже точно знаете что present simple нужен каким образом он используется и в каких случаях он значит после этого мы начинаем упоминать формулы у нас будет 3 для любого времени у нас будет три формула формула 1 это вопросительные предложения на формула вторая это утвердительное предложение и формула 3 это отрицательное предложение из-за тебя сняли значит ты меня должна дать вот то есть три группы временем и поэтому когда вы будете запоминать формулу образование предложений в present simple или в любом другом времени там future perfect continuous неважно у вас должно быть написано 9 вещей формуле 9 образований у вас будет у вас будет три образования в опросительном предложении 3 образования в утвердительном предложении 3 образования в отрицательном предложении если вы его вот вот она вот вам встретилась а вот вы нашли предложение фильме в каком-нибудь которая состоит из трех слов буквально единственное из него это слово игры обычно это будет звучать как you agree with me да ты меня раздражаешь ты меня бесишь и так далее вот вот вы его записали и вы его запомните на всю жизнь тебе однозначно если вы это проигнорируете если вы решите что дано это слово слишком сложная вот она мне еще дана если вы его запишите то вы его запомните если вы не запишите то мало того что его никогда больше не запомните вы себе в голове создадите установку что ну точнее не установку а лазейку для мозга не напрягаться отдельные старания должны слиться во время simple то есть у вас не должно быть отдельно present simple отдельно past simple отдельно future simple у вас в голове вот эти вот все три времени должны составлять единое целое единое simple нужно запомнить одну простую вещь любое неважно что именно состоит из мелких деталей и эти мелкие детали нужно вначале понять прежде чем понять его целиком то есть невозможно понять время simple пока в отдельный разберете фьючер simple past simple и present simple и по невозможно понять present simple пока вы отдельно не разберете в как он образуется в разных типах предложения и так далее невозможно понять вопросительное предложение пока мы просите на предложение в present simple пока мы не поймем что это универсальное правило что вопросительное слово смысле вспомогательный глагол 1 у нас всегда стоит перед подлежащим вот то есть здесь все завязано на все да то есть и эти связи нужно видеть это связь нужно понимать пока вы не будете понимать вы ничего не сможете выучить не нужно игнорировать тот материал который вы прошли в угоду нового материала да то есть если вы при изучении нового материалов внезапно поняли что материал который необходим для изучения этого нового материала у вас не очень хорошо запомню нужно вернуться и повторить его еще раз вернуться и повторить обязательно должны быть состоянии образовать любое предложение любого типа в любом время правильно с правильным с правильными условиями не не чисто грамматически образовать любой глагол там поставить его там в третью форму вместе со вспомогательным глаголом это вот четко ясно вот взять опять таки ну не таблицу а список времен и для каждого из предложений для каждого из типа времен написать три предложения вопросительное утвердительное отрицательное которое будет соответствовать во-первых которое будет содержать себя чуть больше слов чем подлежащие сказуемое и вспомогательные глаголы во вторых который будет четко соответствовать тем условиям которые с которыми эти времена используются вот когда вы сможете это сделать можно считать что вы закончили начальный уровень и вы переходите на уровень продолжающий значит спасибо всем кто меня смотрел отдельное огромное спасибо за донаты если кому-то нужно нужен список слов напишите мне вылазь я вам еще и все разрешу пока пока и на канал подпишитесь